Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Верширенко. Здравствуйте! Дарья Верширенко, дарья Верширенко. Продолжительный обстрел из 120-х и 82-х минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Около 6 утра оккупанты начали вблизи Луганского. Огонь вели почти 2,5 часа. За это время по украинским позициям было выпущено около 70 мин. Любовь в погонах. Украинский военнослужащий сделал предложение любимой женщине прямо во время построения своей части. Ради этого влюбленному солдату даже позволили нарушить строгий армейский устав. Предложение руки и сердца на плацу видели корреспонденты ЮЭТВ. В воинской части сегодня не по-военному романтично. Солдаты Тернопольской отдельной артиллерийской бригады искренне волнуются за своего боевого товарища. Через пару минут Василий сделает предложение своей любимой. Две недели назад встретились. Влюбился. Решит сделать такой поступок. Очень волнуюсь. Обеденное построение. Повара Ирину строго вызывает командир. Солдат Данилова. Ко мне. Женщина идет не смело. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты согласна выйти за меня? Да. Первое поздравление от командира и боевых товарищей. Артиллеристы и пехота 44-й бригады всегда были первыми и в бою, и в другом. Это первый случай признания военнослужащих в кругу своих боевых друзей. Ирина из Сватова Луганской области. Василий из Прикарпатья. Пара недолго приглядывалась друг к другу. Всего две недели назад судьба свела их на территории военной части. Мужчина вернулся из зоны проведения операции объединенных сил и сразу обратил внимание на обаятельную Ирину. Ее перевели в часть из учебного центра. Признание для девушки стало неожиданным сюрпризом. Ирина даже испугалась, когда ее вызвал командир. Думала о чем угодно, только не о признании. Это было страшно, конечно. Думаю, за что? Вроде ничего плохого не сделала. Как будут праздновать свадьбу, пока не придумали. Но в части к торжеству уже готовы. Командир шутил, что у нас есть своя музыка, есть свой фотограф, есть своя столовая, тот самый ресторан. Осталось только прийти в часть и жениться. Она невеста из Восточной Украины. Он из Западной. Так что этот союз символизирует слова «Восток и Запад единый». Не на словах, а на деле. Точную дату официальной росписи Василий и Ирина пока не называют. Но на свадьбу обещают пригласить всю артиллерийскую бригаду. Елена Кирилев, Максим Кирилев, Тернополь, ЮЭТВ. Непрозрачность финансирования избирательных кампаний и незаконная агитация. Наблюдатели общественной сети «Опора» зафиксировали больше ста фактов нарушений законодательства за месяц с начала избирательного процесса в Украине. Об этом представители организации заявили во время брифинга. В то же время активисты подтверждают, этапы формирования окружных избирательных комиссий и регистрация кандидатов в депутаты прошли без значительных нарушений, несмотря на сжатые сроки. Фактически на кампанию выделено 58 дней, что привело к ряду проблем. Они касаются в том числе публичных закупок со стороны ЦИК, регламентация которых идет вразрез с таким быстро текущим избирательным процессом. Но удалось найти способ, который не противоречит законодательству, но при этом позволит не сорвать выборы, разбивка необходимых закупок на несколько допороговых. Дух холодной войны в Одессе открыли уникальную выставку, посвященную 70-летию создания НАТО. В экспозиции десятки плакатов времен холодной войны их в свое время в штаб-квартиру передали представители стран-членов Альянса. Есть несколько и от Советского Союза. Организаторы выставки уверены, экспонаты показывают стереотипы о НАТО. Но цель – рассказать украинцам о деятельности Альянса в прошлом и о современных аспектах сотрудничества НАТО и Украины. Несмотря на пропаганду второй половины прошлого века, посмотреть ее можно до 9 июля в Одесском музее западного и восточного искусства. Одесса – очень важный город, и Одесский регион важен благодаря Черному морю и портам. Мы прекрасно понимаем, что все еще есть масса негативных стереотипов о НАТО, которые остались со времен Холодной войны. Эта выставка – отличный проект, чтобы ознакомить горожан с тем, что есть НАТО, и для того, чтобы разрушить старые стереотипы, которые существуют и сейчас о нашей организации. Тысячи протестующих, слезоточивый газ и крики «Россия – оккупант» в Тбилиси прошли массовые протесты. Около 10 тысяч демонстрантов пытались прорваться в парламент, требуют отставки председателя Ираклика Бахидзе, а также глав МВД и службы безопасности. Почему вспыхнули протесты и что говорят активисты? В сюжете Анжела Лешко. Утро у здания грузинского парламента. Сейчас здесь тихо, но на улицах все еще десятки правоохранителей, антироссийские плакаты, на земле лежат полицейские щиты. А еще накануне вечером на этой площади митинговали тысячи человек с грузинскими флагами и плакатами «Остановить Россию» требовали отставки председателя парламента Ираклия Кабахидзе, а также глав МВД и службы безопасности. Протесты спровоцировало выступление депутата Российской Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Он сел в кресло спикера парламента и обратился к собравшимся на русском языке. Это возмутило оппозицию, так как Сергей Гаврилов выступал за независимость Абхазии и Южной Осетии, самопровозглашенных грузинских республик, подконтрольных России. Повод тот, что человек, который не признает территориальную ценностность Грузии, повод тот, что человек, который откровенно ратует за то, что Абхазия и так называемая Южная Осетия, оккупированная территория региона Грузии, являются независимыми государствами. Этот протест призван показать правительству, что мы не допустим российской экспансии в Грузии и не допустим изоляции Грузии, чего хочет Россия. К сожалению, при этом правительстве это происходит в течение последних семи лет. Протесты переросли в столкновения с полицией. Правоохранители разгоняли протестующих слезоточивым газом и резиновыми пулями. Ранены десятки человек. Это и полицейские, и митингующие. Люди планируют продолжать протесты, пока правительство не выполнит требования. Люди злые и разочарованы. Ждали разговора с правительством, а вместо этого силовики начали стрелять и использовали слезоточивый газ. Мы просили правительства не впускать представителей России сюда. Это было самым большим унижением нации, и именно поэтому нас здесь так много. Тбилиси считает Россию страной-оккупантом, государством, развязавшим войну и финансирующим сепаратистов самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Россия, одна из немногих стран ООН, признала эти территории независимыми. Соединенные Штаты, НАТО, ЕС и ООН действия России осуждают и призывают страну покинуть территорию Грузии. Анжела Лишко, ЮИТВИ. Экс-глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава ведомства Джереми Хант – победители пятого тура голосования на пост главы британской консервативной партии. За Джонсона проголосовали 160 депутатов, и с 313 Хант получил 75 голосов. Теперь за этих двух претендентов будут голосовать все члены консервативной партии. Это почти 160 тысяч человек, победитель и станет премьер-министром Великобритании. Тереза Мэй 7 июня ушла с поста лидера консервативной партии из-за противоречий по Брекзиту. Когда выберут нового лидера, она освободит и кресло премьер-министра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова